Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ведущая Христына Астеть. Остраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к проведению очередных выборов в парламент. Об этом он заявил в интервью российским СМИ. Уже более недели прошло после того, как президентом себя объявил глава парламента Хуан Гуайдо. Это произошло на фоне многотысячных протестов против Николаса Мадуро и его политики. Хуан Гуайдо в качестве главы государства признали США, Аргентина, Бразилия, Израиль, Грузия и другие страны. Николаса Мадуро поддержала Россия, Иран, Турция, Куба и другие. Среди главных требований оппозиции и протестующих проведение досрочных президентских и парламентских выборов о кризисе в Венесуэле поговорю с моей гостьей и доцентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Натальи Шевченко. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Я думаю, стоит начать с причин того, почему вот так сложились обстоятельства сейчас в Венесуэле, почему вот такой кризис достиг, наверное, своего пика. Многие говорят, что это уже крах таких популистских идей, которые в свое время Угачавас начал, Николас Мадуро как бы продолжил. То, что люди убегают из страны, то, что катастрофическая инфляция, то, что, по сути, катастрофически не хватает многих продуктов. Как обстоят на самом деле дела? То, что мы нынче наблюдаем в Венесуэле, это обострение кризиса, который начался еще в последние годы в правлении Угачавеса. Угачавес ушел с политической сцены в марте 2013 года. И в результате президентских выборов тогда победу одержал Николас Мадуро. Начиная с 2014 года в стране ухудшается экономическая ситуация. И причиной этого могли послужить просчеты в экономической политике, которые заложены были еще Угачавесом. Дело в том, что экономическая политика Угачавеса, его курс на боливрианскую революцию, революцию всеобщего благосостояния для населения Венесуэлы, привел к тяжелейшим экономическим просчетам. Он подвязал экономику страны к экспорту нефти. И ныне 90% доходов в государственный бюджет составляют как раз доходы от продажи нефти в соседние страны Соединенные Штаты Америки, а также в Азии, страны Азии. И вот на этом фоне, понятное дело, что его антиампериалистическая, антиамериканская риторика привела к тому, что американские компании, американский бизнес был, по сути, вытеснен из Венесуэлы. А следом за ним начались такие репрессии против национального венесуэльского крупного бизнеса. И в результате уже к середине 2000-х годов, нулевых 2000-х годов, в Венесуэле сложилась такая ситуация, при которой в обществе культивировались иждивенческие настроения. То есть Венесуэла, продавая нефть, потом вот эти доходы от продажи нефти пускала на социальные программы, на продовольствие, на импорт продовольствия. Поскольку вытеснив большой бизнес, вытеснив в том числе и средний бизнес, аграрный сектор фактически претерпел серьезные изменения. Венесуэла, по сути, стала необходимостью импортировать продукты, питание и средства гигиены в том числе и соседних стран. И тогда же Угачавасам была предложена такая себе программа «Петро Карибе». Ее схематически можно описать как нефть в обмен на продовольствие. Однако после смерти Угачаваса, с начала 2014 года, мы наблюдаем постепенное нарастание, падение прибыли от продажи нефти. То есть цены на нефть падают в мировом масштабе, и, соответственно, бюджет Венесуэлы недополучает необходимые доходы для того, чтобы в дальнейшем тоже обеспечивать социальные программы. Ну, знаете, вот многие эксперты, потому что как только вот это все масштабировался, да, конфликт Венесуэли и уличные протесты экспертов, каждый, как говорится, уже в этом деле стал эксперт. Ну, и некоторые говорят, что проблема еще в том, в том, знаете, вот популизме, который сейчас, по сути, вот в политике Николаса Мадуро, да, вот популизм, это он занимает самое главное место. И, по сути, вот человек без особого образования, да, он в бывшем, в прошлом, он водитель, и, по сути, он говорит людям то, что они хотят слышать, и пытается дать то, как бы, чего они хотят, но, по сути, таким образом экономика страны не работает. Здесь проблема, и дело только в личности самого Мадуро. Или на самом деле еще проблема в том, что и, по сути, команды нет, и вправду надо уже, нужна перезагрузка, да, и правительство в стране. Ну, если говорить насчет команды, то команда советников, экономических советников в конце октября, в начале ноября 2018 года прибыла в Венесуэлу из России. Целая группа советников, которые должны были бы помочь Николасу Мадуро при вступлении в новую должность президента, как раз разработать программу экономического развития до 2025 года. Как раз в этот термин, 2019-2025 год, это как раз срок полномочий президента Николаса Мадуро. Однако же тут проблема даже не столько в этом. Дело в том, что, понимаете, очень быстро переориентироваться с экспортной экономики на экономику производящую, это очень тяжело. Ну, не получится очень быстро, конечно. Не получится, да, конечно. И дальше рассчитывать можно было бы только на экономическую помощь. И такая экономическая помощь в виде кредитов для Венесуэлы давалась со стороны Российской Федерации и в больших размерах, в больших объемах от Китайской Народной Республики. Эти кредиты, которые брала при вительстве Николаса Мадуро, как раз и шли на покупку продовольствия, а также, если говорить о сотрудничестве с Российской Федерацией, и на покупку вооружения. Ну, вот по поводу Российской Федерации, вот мы видим, что Гуайдо поддержали штаты, ряд стран-соседей Венесуэлы, а также некоторые европейские политики. А вот по поводу поддержки Мадуро это сделали Куба, Иран, Россия. Вот по поводу интересов РФ в Венесуэле, потому что еще кроме этого один из депутатов парламента Венесуэлы, он заявил, что в Москву может отправиться 20 тонн золота из запасов страны. Вот, то есть по поводу экономических и не только экономических интересов Российской Федерации в Венесуэле, каковы эти интересы? Ну, эти интересы стратегического характера и экономического. Стратегически для Российской Федерации очень выгодно и очень важно, что Венесуэла находится в географической близости от Соединенных Штатов Америки. В связи с обновленной военно-морской доктриной Российской Федерации, сфера ее интересов теперь является весь Мировой океан. И на практике мы это видим. Несколько лет назад российские судна заходили в порты Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. А в декабре прошлого года были проведены совместные учения воздушных сил. Вы, может быть, помните, в средствах массовой информации об этом это достаточно широко освещалось. Когда над Карибским бассейном были проведены совместные 10-часовые учения. Для этого специально из Российской Федерации прилетела небольшая эскадрилья бомбардировщиков. Понимаете, это все уже подрывает безопасность регионы. Понятное дело, что это не может остаться вне внимания Соединенных Штатов Америки. Что касается экономических интересов, ну, вы знаете, Российская Федерация, в общем-то, тоже решила, мне так кажется, воспользоваться проблемами Венесуэлы. И, в общем-то, кредитная политика, которую в отношении Николаса Мадора проводила Российская Федерация, она как раз была, если честно, нечестной по отношению к союзникам. Почему? Дело в том, что кредиты, которые брались у Российской Федерации, тратились на покупку у нее же партии вооружений. И, кроме того, Российская Федерация в счет невозможности оплатить венесуэльской стороной вовремя кредиты, а их нужно же было возвращать, да, она приобретала очень выгодные, лакомые акции государственных предприятий. А вот по поводу интересов Украины, есть, ну, очевидно, что Украина заинтересована, наверное, есть какой-то интерес Украины о Венесуэле, у нас торговые отношения существуют. Но насколько четко мы артикулируем нашу позицию по поводу Венесуэлы, насколько четко мы высказываемся по поводу того, что там происходит? И есть ли в этом потребность, да, в том, чтобы Украина тоже заявила, по сути, свою позицию? Ну, Украина солидаризуется с народом Венесуэлы в том, чтобы решить проблемы демократическим путем, в том, что власть в стране должна принадлежать народу. И тут наша поддержка явно на стороне демократически избранного национального собрания, национальной ассамблеи Венесуэлы. Поскольку выборы президента Мадуро, они, в общем-то, мировым сообществом не считаются справедливыми, честными, честными. Дело в том, что в мае 2018 года на избирательные участки пришло менее 46% избирателей. Среди них, конечно, 67-68% поддержали Николаса Мадуро, и это позволило ему быть переизбранным на новый срок. Однако же национальная ассамблея, где большинство мест воевала оппозиция, является, собственно, зеркалом общественным. В 2015 году произошли эти выборы, и как раз результаты их отображают сложную ситуацию в Венесуэле. Там не все так однозначно с поддержкой Николаса Мадуро. Что касается позиции украинской Министерства иностранных дел, мне кажется, что нам нужно было бы как-то более четче ее определить. Дело в том, что нас с народом Венесуэлы, наверное, связывает еще и тот факт, что пять лет назад, как раз, когда Николас Мадуро вступал на должность президента в 2014 году, у нас в Украине проходила революция достоинства. И, вы знаете, очень было, наверное, с предельной гордостью мы тут в Украине воспринимали то, что в далекой Венесуэле на акциях протеста против вступления в должность Николаса Мадуро тоже мелькал украинский флаг. Ну и вот по поводу решения этого конфликта, ну опять же, есть сообщение о том, что Николас Мадуро, он готов к проведению внеочередных выборов в парламент. Вот, но пока что, я так понимаю, речь идет только о выборах в парламент. По сути, оппозиция требует и перезбрания президента. Но об этом, я так понимаю, что какого-то сообщения или готовности от Николаса Мадуро нет. Какое может быть решение этого конфликта, если говорить о временных рамках и, по сути, о том, что страны-союзники, те, которые уже определились с тем, кого они поддерживают, могут сделать для того, чтобы этот конфликт решился. Какие-то протесты на улицах Венесуэлы закончились и, по сути, экономика страны начала работать? Ну, во-первых, нужно исходить из того, что у Николаса Мадуро и у Национальной Ассамблеи разные цели. Для Николаса Мадуро очень важно показать, что он является легитимным президентом. И Национальная Ассамблея, которая в течение последних нескольких лет после избрания Конституционной Ассамблеи, которая, по сути, является карманным таким органом при Николасе Мадуро, фактически Национальная Ассамблея ему и не нужна. И на самом-то деле она не утратила свою легитимность, однако депутаты, которые поддерживают режим Николаса Мадуро, просто не появлялись на заседаниях Национальной Ассамблеи. С точки зрения Национальной Ассамблеи, первоочередная задача состоит в том, чтобы провести выборы президентские, однако свободные выборы, демократические выборы при участии всех оппозиционных сил, которые захотят в этом процессе принимать участие. Однако же, тут следует заметить такой момент. Как организовать эти выборы? Дело в том, что население Венесуэлы 31,5 миллиона человек, судя по данным 2018 года. Однако, значительная часть населения находится нынче за пределами страны. Это так называемые экономические беженцы, и их количество оценивается от 2 до 4 миллионов. Поэтому, как физически организовать процесс голосования, скажем, на смежных территориях, на территории Бразилии, Колумбии, для такого огромного количества людей. Кроме того, есть сомнения также в том, что Николас Мадуро пойдет на уступки и выпустит из поддомашнего ареста некоторых лидеров оппозиции, либо прекратит преследование оппозиционных деятелей. Плюс, если говорить уже о временных рамках, то Хуан Гуайдо на одном из своих выступлений в прошлую пятницу сказал, что, по идее, процесс избирательный в Венесуэле может занять от 3 до 9 месяцев. Однако же, в результате проведенных выборов по Конституции, новоизбранный президент может приступить к своим обязанностям с 10 января следующего года, поскольку это прописано процедурой. Соответственно, ежели ситуация будет развиваться в таком оптимистическом сценарии, то представителю оппозиции удастся в течение года пребывать при власти. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню зрителям, что гостей программы «Лицом к лицу» была эксперт по вопросу международной политики Наталья Шевченко. А я, Христина, остаюсь с вами прощаюсь. Вы же оставайтесь в UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова